Друзья армян, Москва признает итоги незаконных выборов в Карабахе. Азербайджан привык к постоянным провокациям армянской стороны и к бредовым заявлениям про армянских сил по всему миру. Среди армян началась новая истерия, страх перед тем, что в период экономического и социального краха в Армении, вызванного пандемией коронавируса, азербайджанская сторона может осуществить антитеррористическую операцию и вернуть оккупированные земли. В связи с этим выступил вице-президент РПА Армена Шатян. По его словам, в этих условиях Армения может выступить с глобальной инициативой, которую условно можно назвать пандемическим прекращением огня. Таким образом, Армения якобы хочет добиться полного прекращения огня, используя ситуацию вокруг коронавируса. Мол, смотрите, какие мы благоразумные и первыми выступаем с инициативой прекращения огня. Но дело в том, что не азербайджанцы убили тысячи мирных людей и оккупированы не армянские земли. Естественно, армянам, которые уже на протяжении 30 долгих лет удерживают под своим контролем исконно азербайджанский Карабах и районы вокруг него, выгодно сидеть на оккупированных землях и чтобы никто и никогда их там не трогал. Вдобавок ко всему, сепаратисты собрались провести так называемые выборы в самопровозглашенные республики, в то время как в мире отменяются все спортивные, политические и социальные мероприятия. Эти спекулянты даже не задумываются об аналогичном шаге в отношении своего цирка. Если вы такие умные и выступаете с различными инициативами, почему бы вам не отменить лжевыборы? Отсюда вывод. Им надо только одно – показать всему миру, что в так называемом НКР якобы все хорошо и даже проходят выборы. А все эти разговоры вокруг инициативы пандемическое прекращение огня – не что иное, как ширма. Тут к ним на помощь подоспел и проармянский российский эксперт Станислав Тарасов, который также поддержал эту идею армян. По его словам, Армения в этой ситуации выступает как благородная сторона, мол, это очень разумный шаг. Хотелось бы посоветовать господину Тарасову будь чуть внимательнее и не высказывать однобокие мнения. Раскройте глаза и снимите армянские розовые очки. Не надо обладать большим познанием в политике и истории, чтобы понять всю суть данного благородного шага армян. Российский эксперт также умудрился заявить, что якобы официальная Москва признает итоги незаконных выборов в Карабахе. Вот цитата. «Москва склонна работать и уважать любого победителя на предстоящих выборах». Напрашивается вопрос к Тарасову. Кто вы такой и кто вам дал право говорить от имени Москвы? Это во-первых. А во-вторых, неуважаемый политический обозреватель. Москва, к вашему сведению, не признает даже существование так называемого НКР. Что уж говорить о выборах. Вы бы лучше помолчали и занимались своим сайтом, который, очевиднее очевидного, спонсируется из Елевана. Боязнь того, что Баку может наступить в любое время, будет в сердцах оккупантов постоянно. Ничто и никакой вирус не сможет успокоить душу нашего народа, потерявшего сотни мирных граждан и изгнанного с родных земель. Бойтесь и вы, агрессоры, и все те, кто поддерживает вас идиотскими высказываниями. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал АЗ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила! Субтитры создавал DimaTorzok